Более 52 миллионов рублей задолжали своим работникам организации республики. Из 24 должников по зарплате 17 банкроты. У них основная сумма долга более 48 миллионов. Эти цифры прозвучали сегодня на заседании Межведовственной комиссии при главе республики. Количество людей, которые обращаются за помощью в инспекцию труда с жалобами на невыплату зарплаты, растет, отметил главный госинспектор. Сотрудники ведомства совместно с прокуратурой Чувашии постоянно проверяют предприятия и организации должники. За нарушение требований трудового законодательства в части оплаты труда в этом году привлекли к административной ответственности 264 должностных лица. Сумма выписанных штрафов более 6,5 миллионов рублей. Иногда приходится применять и более жесткие меры. В целях рассмотрения вопроса о привлечении к уголовной ответственности в связи с нарушением законодательства об оплате труда в соответствии с статьей 145 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении 9 руководителей предприятий и организаций Чувашской Республики материалы направлены в Следственный отдел и Следственный комитет Российской Федерации по Чувашской Республике. Как итог могу сказать, что в текущем году в результате совместных усилий с органами прокуратуры и органами исполнительной власти Чувашской Республики незаконно задержана заработная плата выплачена 1 995 работников в сумме 38,4 миллиона рублей. В прошлом году за 11 месяцев 2019 года незаконно задержана заработная плата была выплачена 5 436 работников в сумме 162,9 миллиона рублей. Задолженность по зарплате недопустима на любом предприятии, независимо от его статуса, подчеркнул Олег Николаев. Надо усилить работу с учредителями и руководителями организаций. Они вместе несут ответственность за состояние дел. Татьяна Трофимова, Алексей Зотиков, Дмитрий Салманов, Республика.